Как оценить зону возможного радиоактивного загрязнения от Запорожской АЭС? Друзья, всем привет! Кто не в курсе, Запорожская атомная электростанция уже полгода находится в оккупации и в самом эпицентре боевых действий. Возникает вопрос, а как самому быстро оценить, попадаете вы в зону возможного загрязнения или нет? Большинство популярных сервисов погоды указывают направление ветра только у поверхности Земли. Из этого напрашивается вывод, что направление ветра нужно смотреть не только у поверхности Земли, но и гораздо выше. Поэтому хочу порекомендовать вам глобальную карту ветров, ссылка на которую есть в описании. Давайте приблизим карту и обозначим на ней местоположение Запорожской АЭС. То направление ветра, которое показано по умолчанию, это у самой поверхности Земли. В данный момент ветер дует с севера на юг в сторону Крыма. Понятно, что здесь высота небольшая и частицы быстро осядут. Дальше, для выбора высоты, нажимаем кнопку в левом нижнем углу. Посмотрите, здесь высота привязана к величине атмосферного давления в гектопаскалях. Чем выше над уровнем моря мы поднимемся, тем ниже будет давление и наоборот. Например, 1000 гектопаскалей соответствует высоте примерно в 112 метров. В данный момент ветер дует в том же направлении. Я сделал табличку, где вы можете посмотреть, какой высоте соответствует какое давление. На высоте в 3000 метров уже хорошо заметно изменение направления ветра. На юго-восток, а затем на восток. И так далее. Чем более высокие слои атмосферы вы берете, и чем сильнее скорость ветра, тем дальше и быстрее будут разноситься радиоактивные частицы. Чем еще полезен этот сервис? Здесь также можно посмотреть прогноз направления ветра. Например, на завтра. Точно так же смотреть нужно по всем доступным высотам. Но помните, что прогноз имеет смысл делать максимум на 1-2 дня. Потому что его точность очень быстро ослабевает. Надеюсь, всем стало понятно, что у катастрофы такого масштаба государственных границ нет. И быть не может. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. А кто желает способствовать его развитию, то под этим видео доступна кнопка спонсорства.